Канун Старого Нового Года старший преподаватель кафедры биокибернетических систем и технологий Института искусственного интеллекта Дмитрий Коконцев проводит не в кругу семьи, а за подготовкой учебного материала. Цикл занятий по медицинской физике – одно из нововведений, которое познакомит 18 ординаторов-радиотерапевтов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России с вводным курсом медицинской физики и работой на аппарате лучевой терапии. Начали первый свой курс в нашем учебном центре. Он ориентирован для медицинских физиков, но наша установка позволяет получить практический опыт для ординаторов, которых не подпускают в клинике к аппаратам, потому что они только в самом начале пути, аппараты, как правило, заняты. Здесь у нас есть возможность на виртуальном симуляторе предложить им освоить именно процедуры укладки, процедуры верификации положения пациента и вообще в принципе понять, как работать врачу в отделении, что он должен делать и получить практические именно навыки. Еженедельно у ординаторов будет по 6 часов лекций, а также по 3 часа на виртуальном симуляторе. Такие курсы помогут решить несколько актуальных проблем здравоохранения в России, а именно нехватку кадров среди медработников и технических специалистов, которые грамотно могут обслуживать дорогостоящие оборудования в онкологических центрах. Стоит вопрос подготовки таких специалистов. Медиков готовят медицинские вузы, а технические специалисты готовятся. В нашем университете благодаря ректору и академику Каприна создана уникальная лаборатория, в которой собрано очень много различного оборудования. Замечательные специалисты привлечены, собственно, с очень большого числа серьезных учреждений и медицинских, технических по городу. К слову, к учебному материалу организаторы тоже подошли серьезно. Курс подготовлен специалистами РТУ МИРА, научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и ведущими медицинскими физиками Национального медисследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. На симуляторе, который стоит в нашем университете, он, кстати говоря, единственный в России, этот симулятор в учебном вузе установлен, ВЕРТА, это система виртуальной визуализации в лучевой терапии. На нем ребята освоят различные, так сказать, манипуляции, начиная от того, как управлять столом в операционной, изучат настройки линейного ускорителя, увидят именно вот ход лучей, то, что не видят никогда в каньоне, да, специалист. То есть здесь будет это все раскрашено, красиво показано, и они будут более полно понимать, что происходит в процессе лечения больного. В рамках двусторонних договоров о практической подготовке учебный процесс проходит по обмену, и уже в скором времени студенты РТО «Мира» также отправятся за новыми знаниями в научно-исследовательский институт имени Герцена. Анзор Курбанов, Алан Гусаров, пресс-служба РТО «Мира». Анзор Курбанов, пресс-служба РТО «Мира»